Детская психология строится из множества кирпичиков, а они поочередно на каждом возрастном этапе составляют прочную основу его стабильного психологического состояния. Отклонение в поведении детей – одна из главных психолого-педагогических проблем. Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных, социальных и других факторов отрицательно влияет на образ жизни современных детей. Это приводит и к нарушению эмоциональных отношений с окружающим миром, нарушению поведения детей. Есть различные виды нарушения поведения. Среди них – агрессивное поведение. Повышенная детская агрессивность в настоящее время является одной из наиболее острых проблем врачей, педагогов, психологов, общества в целом. Агрессивное поведение исходит из детского возраста. Оно имеет разные причины. Это и воспитание, и отношение родителей, и не только отношение родителей, в том числе и отношение учителей и сверстников в том числе. Если у ребёнка проявляется агрессия, то источниками её агрессии являются и причины, также травматические случаи, которые происходили в детском возрасте. Говоря о школьном возрасте, дети переносят своё агрессивное поведение своих сверстников и учителей в том числе. Очень часто просмотренное в соцсети видео или фильм с элементами агрессии воспринимается детьми как игра, которую им становится интересно применить и в отношениях со своими сверстниками. В результате, на первый взгляд, безобидная игра среди детей перерастает в агрессию или драку. Причину этого психологи связывают с буллингом, то есть с постоянными намеренными негативными действиями, направленными на одного и того же ребёнка со стороны другого ребёнка или группу детей. Причины, которые порождают буллинг, непринятие со стороны родителей, недостаток внимания со стороны родителей, недостаток проявления любви со стороны родителей. Сейчас очень сильно распространены игры, наверное, вы об этом знаете, и игры, они очень агрессивные, да, это может быть стрелялки, войны какие-то. И начиная с первого класса ребята играют в эти игры. Во все времена в школах между детьми происходили маленькие разборки, когда мальчики дёргали девочек за косы или же между собой мерились своими силами. Но эти маленькие безобидные конфликты разрешались руководством школы и родительским комитетом примирением конфликтующих детей. Сегодня же небольшая перебалка между детьми или же детьми с учителями сливается в соцсети и получает широкую огласку. В данном случае слившие такого рода видео в интернет за счёт многомиллионных просмотров получают определённые дивиденды, не думая о том, что это видео чревато последствиями. Не можем никаким образом предотвратить это, потому что они с такой скоростью распространяются, что там можешь увидеть на одном сайте, потом на нескольких сайтах. И это постоянно видят наши дети, да, и когда они это видят, они считают это нормальным поведением. Сейчас очень много исследований проведено, да, которые подтверждают, что то, что дети видят, это оказывает на них негативное влияние. Не исключайте тот факт, что современные молодые родители большую часть времени проводят в интернете, обсуждают всё происходящее, все негативные события в окружении своих детей. При этом у ребёнка складывается негативное отношение, в основе которого лежит страх от услышанного или увиденного в соцсети. Родителям следует в доступной форме объяснять своим чадам происходящее то или иное событие, проявляя при этом эмпатию, любовь и сочувствие. Детская агрессия, рождённая страхом, угрозами и негативными действиями, может быть устранена только любовью, вниманием и заботой как родителей, так и всего общества. Демонстрируя свою любовь и проявляя благоразумие сегодня, мы непременно будем радоваться более счастливым и ответственным детям завтра. Камаль Азиз ГЗ, Новости АС-ТВ.